А вы знали, что количество параметров у самой умной искусственной нейросети сопоставимо с количеством нейронов в человеческом мозгу? Но что это вообще все значит и насколько она умная? Давайте сегодня разбираться. Я Галухин Артем, это канал Кубэск. Здесь мы рассуждаем о технологиях в контексте метавселенных. И тема сегодня нейросеть. Поехали! А что ж такое нейросеть? Это инструмент для моделирования нелинейных статистических данных. Или адаптивная система, которая изменяет свою структуру, основываясь на обработке входящей или исходящей информации, которая течет через сеть во время фазы обучения. Проще это метод искусственного интеллекта, при котором компьютер может работать с данными в манере, вдохновленной человеческим мозгом. То есть обучаться. И говоря о вдохновлении мозгом, давайте разберемся, о чем же, собственно, вдохновлялись. На рисунке вы видите биологический нейрон. Они бывают трех видов. Чувствительные, эффекторные, вставочные. Чувствительные передают сигналы от рецепторов или органов чувств. Эффекторные передают сигналы на органы, которые действуют, например, в мышце. Вставочные нужны для того, чтобы обрабатывать информацию. Сома. Это тело клетки. В него мы сегодня залезать не будем. Отростки, которые вы видите, делятся на два вида. Первый это дендриты, которые похожи на деревья. И аксон. Это то, что похоже на хвост. Дендриты, своего рода входные кабеля, по ним электрохимический сигнал принимается нейроном. Результирующие же сигналы отправляются через аксон дальше. Связь происходит через специальное образование, которое называется синапсами. Они бывают двух видов. Одни возбуждающие, другие тормозные. Соответственно, чтобы нейрон активировался, надо его возбудить достаточным количеством возбуждающих синапсов. И вместе такие нейроны создают биологическую нейросеть или наш мозг. Процесс мышления, это, собственно, и есть взаимодействие элементов этой цепи. И разные участки мозга отличаются за разные функции. Тем более крутые, чем дальше часть мозга расположена относительно основания мозга. Основание, или продолговатый мозг, как самая древняя часть, отвечает за самые базовые функции. Такие как кровообращение, дыхание, пищеварение. Лобная же доля коры, это самая продвинутая часть. Она отвечает за личность, за сознание, за выбор кинчика на сегодняшний вечер. Слышали, что мы используем свой мозг только на 10%? Такая же чушь, как и то, что левая полушария отвечает за творчество, а правая за логику. Но справедливости ради, так же как разные части мозга все-таки отвечают за разные функции, и мозги у разных людей работают по-разному. Все сильно зависит от того, насколько разными нагрузками вы нагружаете мозг, и как часто. Так что если кто-то говорит, что мозг у него работает на 10% от возможностей, может человек вам и не врет. А чтобы ваши синапсы буйствовали и мозги не закисали, подписывайтесь на канал и получайте каждую неделю интересную информацию и пищу для вашего ума. Теперь же давайте разбираться, что такое искусственные нейронные сети. Вообще, изначально это была математическая модель, которая показывала, как работают нейроны в нашем мозгу. Но мы будем рассматривать ее скорее в разрезе программном, то, что сейчас называется мини-искусственным интеллектом, программный код по сути. Отличительная особенность именно нейронных сетей в том, что их не программируют, а скорее обучают. Этим они отличаются от алгоритмов, например. Можно иметь один исходный код нейронной сети и на его основании обучить несколько абсолютно разных нейронок, которые с разной эффективностью будут работать. Вдохновение биологической нейронной сетью здесь считается довольно явно. У искусственного нейрона также есть входной сигнал, функция активатор и выходной сигнал. Функция активатор может быть разного вида. Ее главная задача, проведя какие-то расчеты, решить, активировать нейрон или нет, подобно тормозящим, возбуждающим синапсам у биологических нейронов. Искусственная нейросеть, соответственно, состоит из таких нейронов. Их делят обычно на три вида или три слоя. Это входной слой, промежуточный слой и выходной слой. Входной слой принимает данные и готовит их. Промежуточный слой или скрытый слой производит расчеты собственные. Выходной слой принимает конкретное решение на выход. На рисунке вы можете увидеть пример такой сети. В нем есть один скрытый слой и один нейрон на выходе. Это значит, что решение такой сети, скорее всего, булевое. То есть флаг, да или нет, единица или ноль. Но если на выходе много нейронов, их комбинации можно добиться и довольно сложного результата. Чтобы обучить нейронную сеть, нужны данные. И этих данных нужно много, а иногда очень-очень много. Бывает, что используют размеченные данные, бывают неразмеченные. Бывают. Бывают данные размеченные и неразмеченные. И по методу обучения нейросети тоже бывают разных видов, но про обучение нейронных сетей мы планируем снять отдельное видео, более подробное. И давайте немножко разберем вопрос, а как же, собственно, пишут нейросети, что для этого используют, какие инструменты. Самый попсовый сейчас язык программирования для нейросетей, это, конечно, Python. В него довольно невысокий порог входа, относительно, конечно. И есть уже много готовых фреймворков, библиотек, которые используются для написания нейронных сетей. Но можно писать и, например, на C++ или даже на JavaScript. Вообще сейчас можно найти реализацию нейронок под любой, наверное, язык программирования, с которым вы только знакомы. Если вам интересна разработка нейронок, обязательно ознакомьтесь с такой штукой, как TensorFlow. Это уже даже не столько библиотека, сколько целая инфраструктура для разработки нейросетей, специализирующая в основном на распознавании изображений. И это очень большая часть нейросетей, поэтому с ней полезно ознакомиться. Также есть фреймворк, который называется PyTorch. Основной, наверное, конкурент TensorFlow. Это библиотечка уже на Python. И на ней тоже пишут нейронки. Ну и давайте разберем три интересных вопроса про нейросети. Вопрос первый. Насколько биологические нейроны похожи с искусственными нейронами? Реальность такова, что они сильно-то не похожи. То есть искусственный нейрон только отчасти вдохновился в общих-общих чертах биологическим, но, к сожалению, не смог его повторить. И дело даже не в том, что биологические нейроны могут входить до 100 тысяч дендритов, сигналов. Дело еще и в том, что сам биологический нейрон устроен гораздо сложнее, и сам процесс мышления в Москву тоже происходит гораздо сложнее. Это не только передача данных между нейронами. Смотрите, интересный факт. Есть мелкий червь, называется Нематода. У него в нервной системе 302 нейрона. У вас конфеты есть? Нагибайся, я тебе дам пару конфет. У муравьяжа уже 250 тысяч нейронов в нервной системе. У таракана уже миллион. У Дольфь, Нуриев, Губайдуль, На Софи, Ренат и... У котика 250 миллионов. У ворона 2 миллиарда 220 миллионов. У макака Резус больше 6 миллиардов. У человека 86 миллиардов нейронов и больше. Но есть саванный слон. У него 257 миллиардов нейронов. И зависимость между количеством нейронов и интеллектуальностью вида, она нелинейная. И более того, чем проще нейросеть у животного, тем более прокачан каждый нейрон в ней. То есть у словного червя каждый нейрон на счету, он отвечает за более обширное количество действий. У человека же нейроны все довольно стандартизованы. И даже если удалить кусок мозга, а такие случаи были, человек продолжит жить. Его нейроны перетренируются. И все. А как же оценить мощь нейросети? Ее меряют по количеству параметров. Это своеобразные попугаи для измерения мощности нейросети. По сути, это как раз вот эти вот веса на связях, которые рассчитываются. Предыдущая самая крутая нейронка называлась Turing NLG Model от Microsoft. В ней было 10 миллиардов параметров. Сейчас самая крутая нейронка GPT-3. Или Generative Pre-trained Transformer 3. В ней уже 175 миллиардов параметров. И этой нейронке, если верить интернету, скормили, собственно, все текстовые данные интернета. Жаль, конечно, этого добряка, учитывая, на каких данных она обучалась. И неудивительно, что эту нейронку уже обвиняли в расизме, например. Ключевое назначение этой нейронки — работа с языками. И тот же GitHub Copilot, например, который помогает писать код программистам, работает тоже на основании нейросети GPT-3. И, кстати, вы можете попробовать эту нейросеть и для своих задач на сайте OpenAI ее разработчиков. Есть вся информация об этом, а ссылка на сайт будет в описании. Интересно, что когда эту нейросеть разрабатывали, изначально она должна была быть открытой, не ставить своей целью заработок. Но в какой-то момент пришли Microsoft, принесли огромный грант. И внезапно сеть поменяла свою стратегию. Она стала уже бизнесом, который должен приносить прибыль. А у Microsoft внезапно оказался эксклюзивный доступ в эту нейросеть. Не понял. Но что еще круче? В планах разработка сети GPT-4, которая будет в 500 раз больше третьей версии. И в ней планируется уже 100 триллионов параметров. А это столько же, сколько синапсов в наших мозгах. Но что интересно, если в предыдущей версии скормили все данные интернета, есть мнение, что эту-то ей обучать нечем. То есть есть уже дефицит данных. Но сам факт, что нейросеть в каких-то цифровых показателях достигает показателей нашего мозга, уже интересен. И если бы каждый искусственный нейрон работал так же, как синапс в нашем мозгу, с такой же эффективностью, то считаем, что ученые бы изобрели прям реально искусственный интеллект. И несмотря на то, что в цифрах показатели уже сопоставимы какие-то между искусственными нейронками и настоящими, и даже несмотря на то, что нейросеть смогла переварить весь интернет, что нам с тобой даже не снилось, все равно она только имитирует, например, то же понимание речи. 99% тех задач, которые мы с вами решаем даже не задумываясь, нейросеть пока не способна решить. Ты всего лишь машина. Но если вам когда-либо доводилось пользоваться переводчиками, то по-любому вы заметили, как скакнуло качество переводов с использованием нейросетей. Зачем же еще используются нейронки? И хоть интеллект нейронки и не дотягивает пока до человеческого, давайте все равно разберем, для чего же их еще используют. Сила нейронок в том, что они способны распознавать паттерны на больших объемах данных. И даже человеку, собственно, это сложно сделать. И там, где написать какие-то жесткие алгоритмы невозможно, например, распознавание изображений, рыбов или походки человека, нейронки очень хорошо с этим справляются. Также скоро на нашем канале планируется выход видео о том, как нейросети используются в творчестве и как они пишут симфонии. Подписывайтесь и звоните в колокольчик, чтобы не пропустить. А пока нейронки, кроме всего прочего, также распознают картинки, номера на вашем автомобиле, когда вы нарушаете подкамеру, все вот эти вот алгоритмы YouTube, поисковики, да-да, все это нейронки. А помните, раньше на этом же канале я вам рассказывал про нейроинтерфейсы? Так вот, я там уже упоминал нейросети. Они как раз используются для того, чтобы распознавать паттерны мозга и расшифровать его сигналы. Есть такие исследования, в которых ученые под руководством Дэниэля Яминса выстраивали нейросети, которые повторяли своей структурой вентральный зрительный поток. Это такая структура в человеческом или обезьяне в мозгу, которая как раз отвечает за распознавание объектов. Получившуюся нейросеть ученые научили распознавать 64 объекта, отобрали лучшие образцы из получившихся нейронок и попытались сопоставить схему их работы с схемой работы нейронов в мозгу обезьян. Получилось, что они на 70% совпадали. Ценность этого исследования в том, что с помощью искусственных нейросетей смогли изучать и биологические нейросети. И это исследование тем важно еще, что есть этическая сторона вопроса работы с мозгом, потому что на живых людях операции инвазивные по изучению мозга так просто не проводят. Есть исключения в виде пациентов с эпилепсией, у которых нужно удалять какую-то часть мозга в связи с предписаниями врача. И вот на этой части мозга бывает, что проводят эксперименты. А так в целом, из-за высокого риска, понятно, такие эксперименты проводят нечасто. Есть подобные эксперименты на животных, но тоже стоит понимать, что некоторые аспекты, которые эксклюзивны у человека, например, та же самая речь, они невозможны к изучению на животных. Мета-ирония в том, что ученые используют механизм, который был вдохновлен мозгом, для того, чтобы, собственно, изучать уже сам мозг. Резюмируя, интересный путь прошла технология. От вдохновения биологическими нейронными сетями и нейронами, через математическое моделирование, через программирование, обучение нейронов и обратно к изучению биологических нейросетей мозга, используя уже искусственные нейросети. Остается только догадываться, что стоит ожидать в ближайшем будущем. Ну и на этой замечательной ноте предлагаю на сегодня закругляться. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Поставьте обязательно лайк, если вам нравится контент. Что интересного узнали или хотите узнать, пишите в комменты. В одном из следующих видео я обязательно расскажу, как обучать правильно нейронки и рассмотрим мы это на примере распознавания сарказма. Такой вот вам спойлер. И с вами был Голыхин Артем и канал Кубэск. Пока-пока.